Каждую среду, кроме великих и на десятых праздников, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы города Верхняя Пышма совершается параклесис – особое богослужение с пением молебного канона и акафиста Божией Матери. На одном из таких богослужений побывала и наша съемочная группа – слово Ольги Аверкиевой. Успенский храм города Верхняя Пышма является не только приходским, но и студенческим, академическим. И в соответствии с традициями московских духовных школ, здесь было решено ввести традицию – каждую среду совершать особое молебное пение, обращенное ко Пресвятой Богородице, пред ее чудотворной иконой, именуемой Скоропослушницей. Образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы относится к иконографическому типу Адигитрия, то есть путеводительница. Его характерной чертой является десница Пресвятой Богородицы, указующая на младенца Христа, как на путь ко спасению и вечной жизни. Образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы был написан на Афоне в эпоху расцвета монашества, примерно в X или XI веках, точно неизвестно. Изначально это была фреска, написанная в нише наружной стены пред входом в трапезную монастыря Дахиар. В XVII веке от иконы было явлено чудо. Монах, неблагоговейно относившийся к образу Божьей Матери, ослеп и был исцелен после усердной молитвы пред этой иконой, которая стала именоваться Скоропослушницей. В России этот образ стал известен в первой половине XIX века, а впоследствии списки с иконой распространились по всем уголкам страны. В Верхнепышминском храме икона Богородицы Скоропослушница появилась в 2000 году. Она была принесена в дар Андрею Анатольевичем Казицыным на открытие храма. Это 22 июля 2000 года. И вот на протяжении многих лет мы смотрим, что поток людей к ней не иссякает. И просто люди подолгу стоят возле иконы. И вот видно, что со слезами, видно, что что-то со своей тяжбой какой-то. Помолиться предобразом Божьей Матери Скоропослушница в Успенский храм приходят не только местные жители, но приезжают из других городов. Причтимой иконой совершается соборное торжественное пение, состоящее из особых молитвенных прошений, одарования всем просящим, утешения и заступления. Люди с особой молитвой обращаются именно перед этим образом. И сам образ именуется Скоропослушницей. Матерь Божия очень скоро откликается на молитвы. Поэтому эта служба, этот акафист, этот канон молебника Пресвятой Богородицы совершается в таком вот единении со всеми и учащимися, и прихожанами, которые полюбили эту службу. И идут, спешат, чтобы поприсутствовать и помолиться, обратиться ко Пресвятой Богородице. И Матерь Божия всегда откликается на горячие молитвы верующих людей. Люди приходят в храм, и очень много из истории таких житейских слышно о том, что Матерь Божья по молитвам, по просьбам, в каких-то трудных ситуациях. Но о чем женщины чаще всего просят? Просят, конечно, деток, просят, чтобы в семье все было хорошо. Ну, я знаю много таких примеров, вот когда по просьбам, по молитвам женщин давались дети. Здесь была как-то женщина приходила, у нее ребеночек должен был быть, и он оказался не жизнеспособен. Ей сказали, что деток у нее больше не будет. Но она приходила каждый вечер, молилась у Пресвятой Богородицы скоропослушницей и просила дать ей дитя. Вот, была услышана ей, и Господь даровал ей дитя. Конечно, обращаются к Божьей Матери не только женщины или девушки. Все приходят к ней, заступницы небесной. Как ребенок, когда у него возникают проблемы, и он не может их решить, бежит к матери, и та помогает ему. Так и мы в своих скорбях обращаемся к Божьей Матери, ища у нее помощи и утешения. Божья Матерь являет нам в свои бесчисленные благодеяния, укрепляет нас в вере и научает терпению. О ее небесном ходатайстве и помощи говорится в древнем и чудесном последовании Паракльсиса, который совершается каждую среду в Успенском храме города Верхняя Пышма. На эту соборную молитву приглашаются все желающие.